В России увеличился минимальный размер оплаты труда. В 2023 году он составит 16242 рубля. Также эта сумма увеличится за счет регионального коэффициента. А это скажется на заработной плате порядка 3,5 миллионов работников бюджетной сферы. Кроме этого, в ближайшие два года изменится порядок расчета минимального размера оплаты труда. Он будет повышаться в зависимости от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом и превысит их на 3% пункта. В Новокузнецке состоялся традиционный новогодний прием главы города. Кузбасс «Новокузнецк-2023» сохраняет традиции. Были подведены итоги, озвучены планы на будущее. Лучшие из лучших награждены областными и городскими наградами. Медали и почетные грамоты, поздравительные письма. Выступление лучших творческих коллективов Новокузнецка. И благодарность от главы города. Новокузнечане – это большая уникальная семья. Семья со своими традициями, которые складывались здесь годами, десятилетиями. И каждое поколение, которое работало, жило в Новокузнецке, оно привносило в эти традиции свои смыслы, жизненные пласты. И вот на основе этих жизненных традиций город и живет. Мы также будем производить сталь, персплавы, алюминий, делать металлоконструкции, строительные материалы, добывать уголь. Будем обновлять транспорт, строить новые трассы, дорогу на Элинку, планировать северный въезд, южный въезд. Мы будем делать проспект Ленина. Мы будем осваивать новые территории. И мы будем назло всем говорить о том, что Новокузнецк – это город большого развития. Состоялись публичные слушания по бюджету Новокузнецка на 23 год и плановый период на 24 и 25 годы. После принятия бюджета в первом чтении, которое состоялось 2 декабря, значения доходной и расходной части выросли более чем на 2 миллиарда рублей. Прогноз доходов бюджета на 23 год и плановый период определен с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2023 года. По сравнению с утвержденными параметрами бюджета в первом чтении, показатели доходов ко второму чтению увеличены по налоговым поступлениям и безвозмездным поступлениям. Так, проектам предлагается установить на 23 год доходы бюджета 30 миллиардов 513 миллионов, из них налоговые и неналоговые 8 миллиардов 999 миллионов и безвозмездные поступления 21 миллиард 514 миллионов. 24 год. Общий объем доходов 24 миллиарда 571 миллион, из них налоговые и неналоговые 9 миллиардов 322 миллиона, безвозмездные поступления 15 миллиардов 249 миллионов. 25 год. Общий объем доходов 22 миллиарда 451 миллион, из них налоговые и неналоговые 9700 и безвозмездные поступления 12 миллиардов 751 миллион рублей. Основными источниками налоговых поступлений в казну Новокузнецка остаются налог на доходы физических лиц и земельный налог. В планах на 2023 год получить по НДФЛ чуть более 5 миллиардов рублей. Впрочем, рост доходов влечет и рост расходов. Расходная часть бюджета формировалась, исходя из необходимости выполнения в полном объеме социальных обязательств государства с обеспечением поддержки наиболее увеземых категорий граждан. При планировании расходов на 2023 год предусмотрены средства на индексацию заработной платы на 6,3% отдельным категориям работников бюджетной сферы с 1 октября текущего года для остальных категорий работников с 1 января 2023 года. Также предусмотрены средства на индексацию расходов по социальным выплатам населению на 5%, в том числе пособия на содержание ребенка, находящегося под опекой и попечительством, а также вознаграждение приемного родителя и детских пособий и ежемесячных денежных выплат, установленных законами Кембревской области Кузбасса, о мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда и о мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. Общий объем расходов бюджета на 2023 год по сравнению с первым чтением увеличен на 2 миллиарда 385 миллионов и в целом составит 30 миллиардов 706 миллионов рублей, в том числе увеличение в части местных полномочий составит 146 миллионов и увеличение расходов на выполнение переданных полномочий 2 миллиарда 239 миллионов. Основные расходы городского бюджета направлены на финансирование 20 муниципальных программ, образование, благоустройство, перевозки и другие. На эти цели предполагается потратить 98 процентов. Принятие бюджета планируется в конце декабря. С 1 января 2023 года начнут выплачивать единое пособие на детей. Пока еще действует несколько детских пособий, порядок оформления которых зависит от разных факторов. Но с 1 января вступает в силу новый вид господдержки с единым механизмом начисления. Такое пособие будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума с применением комплексной оценки нуждаемости. Второе. Размер пособия на детей будет дифференцирован 50, 75 или 100 процентов детского прожиточного минимума в регионе в зависимости от финансового положения семьи. В среднем по стране в 2023 году это 7, 10,5 или 14 тысяч рублей. Семья с низкими доходами сможет получать единое пособие на каждого ребенка вне зависимости от очередности рождения. Кроме этого, будет увеличен размер выплат для беременных женщин. Сейчас это только 50 процентов регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина, а будет 50, 75 или 100 процентов. В среднем по стране максимальный размер выплаты составит порядка 16 тысяч рублей. Дополнительно устанавливается возможность получать выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка из материнского капитала на каждого ребенка вне зависимости от очередности рождения ребенка без комплексной оценки нуждаемости семьям с доходами ниже 2 пм на одного человека. В среднем размер ежемесячных выплат в этом случае суммарно составит 28 тысяч рублей. Пособие будет выплачиваться по принципу одного окна в социальном фонде Российской Федерации. Для получения единого пособия достаточно будет подать одно заявление в электронном виде. Заявление в электронном виде на портале государственной услуги можно будет заполнять начиная с 28 декабря текущего года. Заявление на единое пособие можно будет подать через госуслуги в клиентских службах социального фонда в МФЦ. Из-за праздников офлайн способы станут доступны только с 9 января. А вот онлайн заявление можно подать хоть сразу после курантов. Срок рассмотрения до 35 рабочих дней. Перечисление пособия до 25 числа следующего месяца. На карту МИР, счет без карты или почтовым переводом. На фоне информации об уходе из России производителей телекоммуникационного оборудования Nokia Ericsson возникла тревога, что это приведет к ухудшению связи и интернета в РФ и отбросит российские коммуникации на целое поколение назад. Так, некоторые эксперты даже предупредили, что ситуация с зоной покрытия сетью может вернуться к состоянию конца 90-х годов, когда связь была доступна только в крупных городах. Напомню, на долю этих компаний приходится почти 50% базовых станций мобильной связи в РФ. Однако, в Минцифры поспешили успокоить россиян. Дефицита телекомоборудования нет, уход компаний не отразится на качестве связи. Операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование. В Министерстве добавили, что операторы Большой Четверки уже подписали контракты на поставку отечественных базовых станций на сумму 100 миллиардов рублей. Их начнут поставлять в 2025 году. Удачи вам и здоровья!